и сегодняшний наш небольшой вебинарчик будет посвящен вопросам который как показывает практика многим неизвестная до сих пор многие работают еще на 12 сервере вот и о многих возможностях которые появились гипервизоре 16 сервера они информации не имеют но либо времени нету либо просто пока не заинтересованы и вот моя задача сегодня будет немножечко рассказать вам о том какие новые возможности появились на этом сервере и затронуть те пока небольшие данные небольшом объеме которые появляются в шестнадцатом сервере который ну как мы надеемся выйдет в этом году вот мы давайте о них поговорим первое что касается новых возможностей в самом хосте гипервизора что там появилось интересного вот я естественно перечисляю не все потому что там очень много изменений если обо всем этом говорить подробно и детально у нас достаточно много времени уйдет и ну к сожалению вебинарчик будет неинтересно и слишком много технической информации будет скучно так вот какие новые возможности интересные первое это хост ресурс протекшн защита сервера вот виртуальных машин которые достаточно активно пытаются пользоваться ресурсом и по мнению гипервизора ну скажем так на этом поле играет не совсем честно вот и слишком много потребляют для того чтобы их скажем так оставлять без внимания и в этой части гипервизор предпринимает попытки себя защитить потому как ему для работы тоже необходимы ресурсы вложена виртуализация долгожданное нововведение которое появилось в шестнадцатом сервере которые долго ждали которые долго у microsoft не было было у конкурента данная реализация прямого конкурента это компания vmware вот microsoft этого к сожалению не было за счет за счет чего собственно многие пеняли хотели чтобы этот функционал появился он очень удобен и для обучения он очень удобен для тестирования многих вещей новых технологий а к сожалению microsoft и приходилось для того чтобы протестировать какие-то возможности виртуализации все это разворачивать на настоящем реальном железе что требовало большой парк машин к сожалению для именно тестов было крайне неудобно безусловно nested virtualization для вот такой эксплуатации рассматривать как продакшен сценарий но за исключением может быть реализации использования того что предлагает докер то есть возможность запуска докер решений ну а так в принципе конечно удобно именно для обучения вот в нашей среде курсы теперь переделаны теперь все это рамках одного сервера но мы еще об этом немножечко поговорим опять же возможность которая появилась в шестнадцатом сервере это возможность апгрейда без проблемного апгрейда чем к сожалению вот опять же microsoft очень сильно нас как бы ограничивал обижал немножечко это вопросы связанные с обновлением кластеров в девятнадцатом сервере кстати по этому поводу еще одно изменение появилось тоже очень удобно но я чуть позже о нем расскажу так вот суть данного нововведения заключается в том что у нас раньше для того чтобы произвести апгрейд кластера с одной версии на другой то есть перейти к примеру с допустим windows 2008 на 15 сервер и там с 12 даже на 12 r2 сервер вы не могли этого сделать потому что кластер не поддерживал гибридный сценарий работы то есть у вас кластер состоял строго из одной версии операционной системы и для того чтобы перейти с одной версии на другую версию приходилось предпринимать кучу всяких ухищрений создавать параллельно кластера переводить туда машину достаточно сложная была процедура теперь в 16 сервере появилась возможность создавать гибридный вид кластера когда в рамках 12 кластера 12 r2 можно было добавлять и 16 сервера то есть он работает так называемом смешанном режиме в режиме совместимости вот вы выполняете процедуру установки сервера добавляете сервер в кластер 12 r2 как я уже говорил вот у вас идет эксплуатация параллельно двух версий операционных систем и постепенно перенося машины с одного сервера на другой то есть на новую версию вы заменяете старые сервера то есть добавили сервер вывели из эксплуатации 12 добавили опять 16 вывели из эксплуатации 12 и таким образом можно постепенно заменить ваши все сервера теперь это без проблем в конце замены можно потом соответственно кластер перевести уже в режим функционирования 16 сервера ну и соответственно получить все возможности которые в рамках 16 сервера у вас имеются еще одна новая возможность достаточно интересная особенно тем кто заинтересован в безопасности виртуальной инфраструктуры а я напомню что с появлением виртуализации к сожалению безопасность она в целом снижается вот но не потому что гипервизор дрявый ли он плохо работает дело в том что с появлением виртуализации появляется прослойка администраторов которые занимаются этой виртуализации вот и администратор по виртуализации хочешь не хочешь иметь доступ к машинам жестким диском виртуальных машин бэкапы делают виртуальных машин ну и как следствие могут злоупотреблять, они могут их скопировать, могут диски скопировать. Причем, что самое печальное, технологии сейчас такие, что позволяют осуществлять эти операции абсолютно прозрачно для работающих виртуальных машин, то есть даже никто не будет подозревать, что их скопировали. Эти машины склонировали, и потом где-то там отдельно пытаются запустить, извлечь данные и так далее. Что, конечно, не могло остаться без внимания со стороны служб безопасности, клиентов Microsoft, и они, собственно, справедливо, абсолютно, Microsoft бомбили на тему того, что надо бы что-то придумать. Каким-то образом сделать так, чтобы виртуальные машины все-таки от администраторов были как-то защищены, и в том числе защищены были они от сторонних лиц, от кражи этих виртуальных машин, потому что банально скопировал файлы, и все. И запускай где-то там в другой среде виртуальные машины, воссоздавая инфраструктуру. И вот Shielded VM – технология, которая призвана защитить виртуальную инфраструктуру от такого рода уязвимости, от такого рода действий. Чуть попозже слайдик будет, я тоже покажу. Start Order Priority. Виртуальные машины, как мы понимаем, если они запускаются большим объемом, пакетом, они представляют собой, прежде всего, какой-то набор сервисов. И эти сервисы очень часто взаимосвязаны между собой. То есть контролеры домены, базы данных, почтовая система. И очень важно, правильный порядок запуска виртуальных машин. Не все подряд сразу стартуют, а в какой-то там очередности. Хотелось бы, чтобы машины, допустим, контролеры домены стартовали первыми, за ними база данных, веб-сервера позже. То есть есть некая логика в запуске машин, и хочется иметь четкое понимание, что после чего будет запускаться. Storage Quality of Service тоже появился в гипервизоре. Теперь можно ограничивать работу, по сути, производительность дисковой подсистемы, что опять же позволяет контролировать, перераспределять ресурсы. Ну и опять же новая возможность, интереснейшая возможность, это PowerShell Direct. Технология, которая позволяет, используя шину VMBus, напрямую отправлять команды PowerShell и выполнять действия какие-то внутри виртуальной машины. Ну, чуть позже тоже об этом скажу. Некоторые новые возможности именно для виртуальных машин. То есть что для виртуалок появилось интересного в 16 сервере. Первое – это Discrete Device Assignment. Технология, которая позволяет пробрасывать устройства, физические устройства, обращая внимание, внутрь виртуальной машины. То, что опять же, раньше было доступно только у конкурента, виртуализацию компании VMware. Я говорю именно о коммерческих гипервизорах, потому что все прекрасно мы знаем, что есть помимо коммерческих гипервизоров и многих бесплатных вариантов гипервизоров на открытом коде. Я говорю именно о коммерческих конкурентах. Так вот, достаточно давно присутствовала на рынке возможность проброса устройства внутрь виртуальной машины. Теперь эта возможность есть и в Microsoft. То есть если вам нужно какую-то карточку пробросить, вы это можете сделать. Горячее добавление памяти и адаптеров в виртуальную машину. То есть теперь вы тоже можете на горячую виртуальную машину добавлять сетевое устройство и добавлять память. Что, в принципе, опять же, приближает Microsoft к его конкуренту и снимает некоторые вопросы, связанные с недостаточной функциональностью виртуальных машин. Теперь компоненты интеграции, которые позволяют тесно интегрировать гипервизор с виртуальной инфраструктурой, они доступны через Windows Update. То есть если, допустим, Microsoft посчитала или считает нужным сделать более тесную интеграцию, улучшила эти какие-то компоненты, то нам теперь нет необходимости переустанавливать что-то, заниматься вопросами выгрузки этих компонентов, доставки, установки повторно. Все теперь делается через Windows Update, что, конечно, упрощает администрирование. Еще одна возможность для виртуальных машин – это Linux Secure Boot. Эта возможность была доступна в 12-м сервере для Windows операционных систем, то есть используя ее файл – безопасная загрузка операционной системы. Теперь она для Linux также присутствует. В 19-м сервере еще пошли дальше, и в 19-м сервере появляется возможность использовать Shielded VM для Linux операционных систем. Ну, собственно, там тоже об этом чуть-чуть расскажу. Емкость процессорная и памяти в рамках гипервизора. Действительно, теперь в 16-м сервере количество процессоров и количество оперативной памяти для виртуальных машин стало, ну, какие-то заоблачные величины принимать. Вот, по памяти там до 12 терабайт, для процессоров там 240 процессоров, ну, величины очень большие, еще найти, пойти, такой сервер. Ну, такие вот характеристики имеются. Другое дело, что не во всех системах это нужно понимать, такое количество процессоров в принципе можно задействовать. Вот, не для всех там виртуальных машин, сервисов это необходимо, но такая возможность есть. Production Checkpoint – технология, которая существенно улучшает работу с чекпоинтами. Ну, то, что раньше в Microsoft называлось Snapshot, сейчас называется Checkpoint – снимок состояния машины. Ну, тоже о нем немножко попозже расскажу. Версия виртуальной машины. В Microsoft присутствует такое понятие, как версия виртуальной машины, которая отражает возможность технического запуска этой виртуальной машины на какой-то версии гипервизора. Ну, суть очень простая. Каждая новая версия гипервизора, начиная с 2008 сервера, когда она появилась в R2, в 12-м, в R2, опять же, в 16-м сервере, в Windows 10, она привносит новый функционал. Появляются новые возможности. И эти новые возможности мы понимаем с вами, что присутствуют только в этой новой операционной системе. Ну, сейчас все те же самые память или процессоры. Если мы возьмем ту же память или, к примеру, прямой проброс устройства внутрь виртуальной машины и горячее добавление сетевых адаптеров. Этого нету в 12-м сервере. Но что будет, если мы создадим виртуальную машину на 16-м сервере, а мы знаем, что виртуальная машина – это набор файлов. Скопируем этот набор файлов в виде папки экспортом и каким-то хитрым способом попытаемся запустить ее на 12-м сервере. Будет это работать или нет? Понятно, что если мы задействуем возможности, которых просто банально нету в 12-м сервере, то работать-то не будет. Но как об этом сообщить гипервизору? Как об этом сказать системе, чтобы она даже и не пыталась ничего запускать, потому что все равно работать не будет? Для этого и вводится, собственно, некий индекс, некая величина, который позволяет нам вот такого рода вопросы решать. Версионность – удобный механизм, который проверяется, сверяется версия виртуальной машины, которая хранится в конфигурации, и сверяется она с гипервизором, на котором мы пытаемся ее запустить. И если версия гипервизора не позволяет запускать такого рода виртуальные машины, то, к сожалению, виртуальная машина не запустится. Естественно, для того, чтобы у нас, если, к примеру, планируется виртуальная машина для запуска в разной среде, в гибридной среде, в смешанной среде, для того, чтобы она у нас работала, мы должны использовать версию виртуальной машины такую, чтобы она могла спокойно, потенциально быть запущена на разных платформах, начиная, условно говоря, с 12-го сервера и кончая в 16-м сервере. Для этого мы не будем поднимать новую версию, а номеров версии достаточно много уже, начиная от 5-й и выше. Ну, там табличка небольшая будет, я вам потом покажу. Еще раз, это такой искусственный механизм. По поводу версии виртуальной машины, если вы хотите, можно через PowerShell создать виртуальную машину с конкретным номером версии. То есть, даже имея в эксплуатации, к примеру, 16-й сервер, и в рамках этого гипервизора создаются виртуальные машины с максимальной версией, вы, тем не менее, можете с командной строки создать версию виртуальной машины более низкого уровня, для того, чтобы, ну, опять же, вот иметь возможность запуска ее на другой системе. Это может быть оправдано в силу того, что у вас идет процесс апгрейда, перехода на новую платформу, и непонятно, будет ли он удачным или неудачно. То есть, вам нужны машины, потенциально способные запуску на старых системах. Ну, и несколько подробнее, что нужно для того, чтобы работала технология Shield.VM. Shield.VM, как я уже говорил, это технология защиты виртуальных машин, работа на базе технологии шифрования BitLocker. То есть, по сути, вся виртуальная машина шифруется, используя BitLocker. При этом, для виртуальной машины в обязательном порядке нужно иметь Generation 2 виртуальную машину с виртуальным TPM-модулем. То есть, классический сценарий, наверное, многим уже привычный, когда BitLocker имеется на обычном компьютере. Для стандарта BitLocker использует TPM-модуль для обеспечения шифрования системных дисков. Здесь похожая вещь, только так как у нас виртуальная машина, то и модуль TPM у нас тоже виртуальный. Версия второго поколения машин. Но я про второе поколение ничего не рассказывал, потому что второе поколение машин появилось не в 16-м, а в 12-м сервере. И я надеюсь, аудитория знает, что из себя представляет виртуальная машина второго поколения. Ну и как следствие у нас получается зашифрованная машина. И если вдруг какая-то неприятная ситуация произошла, и у нас виртуальная машина ушла на сторону, то для того, чтобы ее расшифровать, нужны ключи. А ключей, собственно, в самих файлах не хранится. Сами ключи, они доступны только с гипервизором. А гипервизор, ну, мы надеемся, никто пока еще не придумает, как его увести. Это вместе с сервером. Что касается nested virtualization. Nested virtualization, как я уже сказал, позволяет запускать виртуальную среду внутри виртуальной среды. То есть, как это все раньше работало. У нас было железо до появления 16 сервера. Поверх железа работал гипервизор. И в рамках этого гипервизора у нас работал parent partition. Собственно, та система, через которую мы управляли нашей платформой виртуализации. Она может быть с графикой, она может быть без графики. Тут не суть важна. Ну и, собственно, виртуальные машины, гостевые операционные системы, как Linux, так и Windows, у нас создавались, и мы работали вот в таком сценарии. То, что слева. С появлением вложенной виртуализации, мы поверх гипервизора можем установить виртуальную машину, которая будет иметь свой собственный гипервизор. Ну и, как следствие, мы можем спокойно строить кластера гипервизоров для тестирования высокой доступности среды виртуализации. Или другие технологии, которые требуют от нас, по сути, работу полноценного сервера. Что, конечно, существенно упрощает, как я уже говорил ранее, работу с освоением материала, обучением, тестированием различного софта. Единственное, наверное, что нужно помнить, это то, что для использования вложенной виртуализации нам нужно иметь 16-й сервер. Ну, либо его, соответственно, аналог это Windows 10. Напомню, что в Windows 10 у нас присутствует точно такой же гипервизор, как и в 16-м сервере, но с небольшим ограничением, связанным исключительно с тем, что у клиента есть объективные ограничения в работе. То есть невозможно его в кластеры объединять, ну и так далее. А так гипервизоры ничем не отличаются. Для самой виртуальной машины у нас требования достаточно простые. То есть если вы хотите использовать вложенную виртуализацию, внутри виртуальной машины должно быть не менее 4 гигабайт оперативной памяти. Вот, активирована технология MAC-адрес спуфинг. Соответственно, что MAC-адреса могут меняться. Ну, это объективно, потому что виртуальные машины тут будут со своими MAC-ами. Вот, версия виртуальной машины, обратите внимание, как раз и проявление здесь, то, о чем я говорил раньше, это восьмая версия. А это значит минимум 10-й Windows 10 или это Windows 20-16. И включение на уровне процессора, использую, я специально прямо здесь вывел командную строку, Set.em.processor, название виртуальной машины и использование возможности вложенной виртуализации. Все, достаточно вот эти вот действия выполнить. И виртуальная машина может быть использована у вас внутри виртуальной машины гипервизор. То есть можно вложенную виртуализацию делать. И поднимать, скажем так, маленькие виртуальные машинки внутри виртуальной машинки для своих целей. Опять же, тестировать что-то, проверять что-то, обеспечивать изоляцию, ну и так далее. Горячее добавление различного там оборудования в гипервизоре. Здесь тоже есть ограничения. Речь идет, опять же, о виртуальных машинах второго поколения. Ну, традиционная, собственно, вещь. К сожалению, всегда, когда вам что-то предлагают интересное и вкусное, то, как правило, говорят только о плюсах. Ну и, как правило, не всегда доносят до нас информацию о том, что какие-то есть требования. Да, или какие-то нужно вносить изменения, или какие-то условия присутствуют. Ну, как вот в частности, если опять вернуться назад, здесь они присутствуют. Или вот чуть ранее мы видели здесь, что тоже нужно использовать Generation 2. Плюс Shielded VM в момент выхода 16-го сервера поддерживала исключительно только операционную систему Microsoft. Здесь, опять же, Generation 2 виртуальной машины. Вы можете добавлять память. Безусловно, добавление памяти, добавление сетевых адаптеров должно поддерживаться еще и вашей операционной системой, виртуальной машиной. Потому что просто добавление памяти, оно технически-то возможно, но способно ли ваше приложение, способно ли оно эту память обнаружить, задействовать, использовать. Поэтому тоже, ну, скажем так, бездумно этой технологией пользоваться не имеет смысла. Нужно четкое понимание того, что добавление памяти, оно технически возможно. Ваша виртуальная машина эту память увидит, но сможете ли вы ей воспользоваться, потому что, я думаю, всем понятно, что мы виртуализацию делаем не для того, чтобы работали просто виртуалки. Нам в конечном итоге нужны работающие сервисы, приложения, какие-то там задачи решать нужно. То есть не просто операционная система. И вот эти приложения, эти задачи должны уметь использовать память, появившуюся вдруг внезапно на горячую. При этом память, как вы видите, должна быть статически сконфигурирована. Что касается адаптеров, то здесь проблем нету. Вы можете спокойно добавлять, удалять сетевые адаптеры в процессе работы виртуальной машины. Здесь, как правило, никаких проблем не возникает. PowerShell Direct. Технология, которая позволяет пробрасывать внутрь виртуальной машины или исполнять внутри виртуальной машины команды PowerShell. Это позволяет очень легко конфигурировать виртуальные машины, даже на начальном этапе, не имея никаких изначальных настроек. Особенно это удобно в ситуации, когда у вас, к примеру, для того, чтобы что-либо настроить на машине, нужно подключиться к этой машине. А чтобы подключиться к этой машине удаленно, нужно иметь ее IP-адреса. А если IP-адреса даже не настроена. То есть, вот вы только-только развернули систему, на ней вообще ничего нет. Она полностью неподготовленная. Или, к примеру, IP-адреса этой виртуальной машины не соответствуют той сети, в которой вы работаете. Вы готовите виртуальную машину для других целей, какой-то там пилотный проект, ну, что-то еще. И вот вы можете, не имея вообще никаких сетевых взаимодействий, более того, не имея даже сетевых адаптеров на виртуальной машине, подключаться, используя PowerShell. И тут никакого противоречия нету. Причем, тем, кто знаком с PowerShell, команда EnterPS Session, она знакома. Как раз это команда, которая позволяет обратиться к удаленной сессии на удаленном компьютере. Организовать, соответственно, взаимодействие и исполнение команд. Но в данном случае мы вместо имени компьютера указываем имя виртуальной машины. И спокойно организуем сессию, подключаемся к ней. Точно так же работает Invoke Command. Вы можете отправлять скриптовой блок на исполнение на удаленную машину, либо машины. То есть можно тут разной сценой использовать. Ну и в данном случае вот командочка, которая выборку делает по процессу блокнота. То есть вот вы можете взять и использовать команду. Она достаточно простая. Invoke Command, VMName, DemoVM, Credentials Administrator, скриптовой блок, Get Process, Notepad. А блокнот запущен внутри виртуальной машины. Внутри виртуальной машины, DemoVM. Естественно, мы не для процессов это делаем, а для того, чтобы сконфигурировать машину. То есть если у вас, допустим, готовые скрипты есть, которые устанавливают роли, настраивают компоненты, конфигурируют DHCP, DNS, вы все это можете сделать, не входя в машину. У вас может быть большой парк этих виртуальных машин, и вам нужно их подготовить к какой-то там задаче, 10, 20, 30. Используя скриптовые механизмы, можно их быстро сконфигурировать. Настроить IP-адреса, прописать, к примеру, ссылки на DNS, на маршрутизацию, на рутеры прописать, компоненты поставить, настроить выход в интернет. То есть все можно сделать скриптами. Причем, еще раз повторяю, не подключаясь к никакой машине, используя стандартную консоль. Опять же, есть ограничения. Что для этого нужно? Это тоже нужно помнить, потому что не во всех случаях это будет работать. Как вы видите, хост может быть только на платформе Windows 10 или 2016. И гостевая операционная система, это тоже 16 либо Windows 10. То есть здесь, ну опять же, можно увидеть проявление Microsoft в плане того, что они новейший функционал, интересный функционал для администраторов, ну не переносят на более ранние операционные системы. Хотя, я думаю, могли бы, конечно, тоже сделать, поддержку там 12 сервера включить. Ну, по понятным причинам этого сделано не будет. PowerShell должен запускаться строго под администратором. И, конечно, вы должны иметь полномочия на виртуальной машине. То есть не подумайте, что то, что я рассказал, оно позволит администратору виртуализации вообще бесконтрольно, без знания логина и пароля внутри виртуальной машины, запускать внутри машины что хочет. Это было бы, наверное, вообще вопиющее нарушение всех норм безопасности. Конечно, такого не будет. Нужно знать логин и пароль. Ну, я думаю, он вам известен после установки операционной системы. Тут еще раз речь идет о том, что вам будет доступен инструмент именно для последующего конфигурирования, для настройки дальнейшей. Причем удобный, быстрый. Теперь, что касается продакшн-чекпоинта, то, что раньше было недоступно. Ну, что было раньше? Раньше был то, что называется стандартный чекпоинт. Напомню, да, для тех, кто пользовался раньше этим инструментом, стандартный чекпоинт, ну, или снапшот в старом варианте, это снимок состояния виртуальной машины. Жестких дисков, состояние оперативной памяти, конфигурации виртуальной машины, то есть всего, что есть. И когда вы возвращали состояние этой машины к снапшоту, ну, к какому-то там дате, я тут взял просто старый свой скриншотик, вот, поэтому не удивляйтесь, 15-му году. Это означало, что виртуальная машина, как гостевая операционная система, она понятия не имеет о том, чтобы ее вернули в прошлое. К сожалению, это вот одна из самых больших распространенных проблем, которая, ну, и использование тех же самых снапшотов делает именно в производственной среде крайне, ну, таким проблемным с точки зрения использования инструментов. Потому как снапшот классический не обеспечивает консистентность, то есть целостность данных, которые сохраняются на жесткие диски. Ну, опять же, я не открою секрет, многие приложения, такие как база данных, SQL, Exchange сервера, имеют транзакционные системы, они многие вещи в логах хранят. Вот, какие-то операционные системы, файловые операции и вообще операции с дисковой подсистемой хранят в оперативной памяти, вот, и потом там используют механизм кэширования различного рода. То есть проблема классических снапшотов заключается в том, что, к сожалению, нельзя гарантировать. Может быть, и никаких проблем не будет, но стопроцентной гарантии нет. По этой причине, да, очень долгое количество лет, Microsoft официально не поддерживался, не то, что нельзя было, официально не поддерживался использование тех же самых контроллеров доменов в качестве виртуальной машины. Потому что в этой среде возможно использование снапшотов, а, опять же, там база данных транзакционная, реплицируемая причем, нет гарантии того, что при восстановлении этого снапшота, то есть возвращение состояния машины в прошлое, у вас будет обеспечена целостность этой базы данных. А то, что контроллер работал, это всем известно и ни для кого не секрет. Это годами работает, у многих работал, и многие могут сказать, да, у меня никаких проблем не было, и я с вами соглашаюсь. Использование, если все то, что вы сказали, сочетается одним условием, да, вы не использовали снапшоты просто в своей работе. Ну, либо использовали, но очень-очень, скажем так, правильно и думчиво понимая последствия. Что делает теперь Microsoft? Они говорят, мы будем использовать то, что называется production checkpoint, ну, или производственный, давайте скажем так, снапшот, да, производственный снапшот. Суть его заключается в следующем. Она достаточно простая. Microsoft через свои компоненты интеграции, используя VSS, то есть система внутри, то, что в принципе используют бэкапы многие внутри операционной системы, она создает целостный снапшот. То есть, используя production checkpoint, у нас теперь, опять же, по заявлению Microsoft, не будет проблем, связанных с консистентностью данных. Потому как данные записываются, исфлашатся, сбрасываются на диск, используя средства операционной системы. Так, тут коллеги пишут, что звук пропал. Ну, я не знаю, насколько эта информация носит массовый характер. Так, ну, вот пишут, что нормально. Ну, тогда я продолжу, чтобы никого не задерживать. Несколько таких вот я специально выписал, не все, естественно. Сразу говорю, тут достаточно много информации по версионности, куча разных фич. Это не полный список. Вот, чтобы было просто понимание, да, что в зависимости от версии виртуальной машины, а, напомню, 12-й сервер, это еще пятая версия только. 6.2 и, а сейчас уже, по-моему, 8.3 версия. Это все новые и новые операционные системы. Так вот, горячее добавление и удаление памяти с версии 6.2 только. Да, и, к примеру, использование виртуального модуля TPM версии 7.0. Вот, использование тот же самый Nested Virtualization 8.0, ну, о чем мы, собственно, и видели. Информация-то была. Использование того же большого количества памяти, большого количества процессоров, оно тоже в версии 8.0. Я это, опять же, к чему? Ну, дело в том, что, когда вы работаете с виртуальной машиной, вы можете на это внимание не обращать. Вы создали машину, вам все кажется, что все работает, все хорошо, но попытка ее запустить на более ранней версии гипервизора приводит к тому, что у вас не работает. Ну, к примеру, вы ее протестировали, оттестировали, ну, по вашему мнению, все, можно ее эксплуатировать. Вы ее берете, копируете, там, импортируете в рабочую среду, а рабочая среда у вас отличается. Причем, обращая внимание, она отличается даже в 16-х серверах. Дело в том, что 16-ые сервера, они тоже, как и теперь Windows 10, имеют полугодовые обновления. Ну, вот, и от версии к версии, то есть каждое обновление, оно вносит свои изменения, версионность тоже, по-моему, поднимается. Версия, там, допустим, 8.1, там, 8.2, 8.3, по-моему, 8.3 последняя, но я могу ошибаться, по-моему, 8.3. Может быть, уже больше даже. А начинается еще с пятерки. Вот пятая версия, это вот 12-й сервер. Десятый сервер, соответственно, там, все, что выше шестерки. Десятый Windows, Windows 2016. Поэтому будьте внимательны и осторожны, если вы, еще раз, хотите гарантированно запускать машину в среде, где у вас возможны разные версии гипервизоров, то нужно выбрать ту версию, которая гарантированно будет работать везде. Опять же, не факт, что вам весь функционал этот будет нужен. Ну, к примеру, там, 12 терабайт оперативной памяти для виртуальной машины. Ну, такие сервера еще пойди поищай, а тут для виртуальной машины. Или 240 процессоров, или гостевая виртуализация. Она же для, ну, не всех задач нужна. Поэтому не факт, что вам нужна восьмая версия. Посмотрите, выберите. К сожалению, ситуация на рынке такова, что, опять же, сделать все сервера абсолютно новейшими, да, то есть перейти на 16-й сервер сразу, тоже не все могут. У кого-то проблемы с лицензиями, у кого-то проблемы с оборудованием не могут из-за этого перейти. Поэтому всех, ну, скажем так, ну, вот мне написали, да, 8.3, что версия 8.3, спасибо. Ну, я помню, что было 8.3, но я был до конца не уверен, потому что Microsoft так быстро все меняет. Вот. Поэтому будьте внимательны. Еще раз, через PowerShell можно создать ту версию, которую вы хотите. Ну, и, естественно, поднять версию тоже можно. Поднимать версию можно и нужно только в самый последний момент, когда вы уже точно уверены, что у вас старых гипервизоров, ну, старых условно, потому что 12-й сервер для многих все равно является основным. И многие сидят на 12-м и переходить, может быть, если и будут, то, наверное, уже на 19-й сервер, который, вот, как я уже говорил, будем надеяться, выйдет в ближайшем будущем. Теперь несколько слов по поводу 19-го сервера. То информация, которая сейчас присутствует. Дело в том, что постоянно появляются новые данные. Много изменений. Сразу скажу, что с точки зрения количественных характеристик виртуальных машин, то есть процессоров, памяти, то пока изменений никаких нет. Все то же самое. 240 процессоров, 12 терабайт оперативной памяти. Ну, я думаю, они задел и так большое сделали в 2016-м. То есть вот с этой точки зрения пока нововведений нет. Но есть нововведения серьезные, которые позволят нам, ну, гораздо эффективнее работать в рамках вот высоконагруженных решений. И первое, вот я специально выделил по кластерам, первое, что у нас появляется, это так называемый кластер-сетс по Майкрософту. Ну, а по сути это кластер-кластеров. Я бы его так назвал. Именно кластер-кластеров. Он позволяет, ну, я напомню, да, есть ограничение архитектурное на количество узлов нот в кластере. Это 64 штуки. Для многих это, ну, более чем достаточно. И многие даже не приближаются к этим величинам. Многим достаточно и 8, кому-то 16, кому-то 24. Вот. Но облачным провайдерам этого мало. И нужен был инструмент и технология, которая позволяла бы все-таки объединять эти кластера в нечто более сложное, крупное, емкое. И вот появляются наборы кластеров, ну, или кластер-кластеров, которые позволяют использовать и работать вот с такими более крупными единицами в именно программно определяемых дата-центрах. Вот. Такая интересная возможность. Следующая просто, ну, чрезвычайно интересная возможность, которой раньше вообще не было, она появилась, ну, по крайней мере, мы надеемся, что появится в 19-м, по крайней мере, она точно анонсирована. Это возможность перемещения кластеров между доменами. Представьте себе ситуацию, у вас есть старый домен, или у вас есть ситуация слияния организаций, многодоменная структура, вы хотите из множества доменов сделать один домен, а у вас в каждом домене там филиалов и так далее. То есть, ну, ситуации могут быть разные. Проблема одна. Много доменов, в каждом домене есть свой кластер, а может быть не один. И у вас задача эту инфраструктуру модернизировать, перейти к однодоменной, может быть, не обязательно к однодоменной, но к меньшему количеству доменов. Естественно, возникает вопрос, что делать с кластером? Потому что кластер, мы прекрасно знаем, он привязан к учетным записям в домене. И так просто с ними не поработаешь. И вот в 19-м сервере, используя PowerShell, появляется возможность кластера перемещать между доменами. То есть, учетные записи одного домена, они создаются в другом домене, и кластер спокойно переезжает из одного домена в другой. Что, конечно, ну, позволит существенно упростить процесс миграции, объединения, ну, или там, слияния, если хотите, организации. Кстати, по этому же поводу, ну, я просто не стал включать, потому что эта опция, она, ну, несколько не соответствует теме нашей, да, по виртуализации. В 19-м сервере, ну, по крайней мере, опять же, по заявлениям, появляется очень хороший инструмент по миграции, наконец-то, файловых ресурсов, файловых серверов при процедуре, там, перехода с одного сервера на другой. Причем графически, не в командной строке, а в графике. Чего не хватало, потому что, к сожалению, если нужно перейти с одной платформы на другую, с огромными файловыми ресурсами, с кучей настроек, то это порой делается достаточно сложно, а теперь в 19-м это будет существенно упрощено с появлением нового функционала графического, очень удобного. Кстати, тоже ходят слухи, пока не подтвержденные, не знаю. В том виде, в котором сейчас дистрибутивы доступны, сервер-менеджер присутствует, ну, поговаривают, что сервер-менеджеры могут упростить, и вместо сервер-менеджера появляется Windows Admin Center, вот, то, что раньше по проекту на Лулу назывался. Но пока не знаю, в релизе это может еще 10 раз все поменяться, но то, что на рынке присутствует теперь гибридный инструмент по администрированию, который в одной консоли сочетает функционал сервер-менеджера, работа с кластерами, работа с файлами, работа с дисковой подсистемой, то есть все в одной консоли, очень удобный. Ну, кому будет интересно, скачайте Admin Center, посмотрите, действительно, через веб-интерфейс. Теперь сервера все больше и больше будут работать на сервер-корр. В сервер-корр тоже много изменений вносится, там появляется технология сервиса по требованию, по необходимости. Microsoft активно работает над уменьшением объема сервер-кора, то есть они пытаются дистрибутив уменьшить, компоненты там оптимизировать. И инструменты универсальные по администрированию появляются через веб-интерфейс. То есть, опять же, идея, которая витает у всех, это тесная интеграция с тем же облачными сервисами, там через веб все работает. Ну и администрирование классических серверов тоже, по мнению Microsoft, должно окончательно прийти на веб. Ну, посмотрим, сколько лет этот займет переход. Еще одно нововведение с кластерами связано, это файл ShareWitness. Ну, здесь вроде, кажется, ничего нового нету, был и раньше свидетель на файловой шаре, но нововведение заключается в том, что теперь можно файловый шар размещать на DFS. Раньше этого было сделать нельзя, теперь это сделать можно. Это может быть полезно в сценариях, где вы не можете использовать общий диск, как файловый свидетель. А вам необходимо использование файлового шара. Это гиперконвергентные среды и так далее. Ну, разные могут быть сценарии. Вот тут же там экшенжи и так далее. Что касается еще одной, ну, опять же, заявленной функциональности, это окончательное удаление NTLM authentication, то есть идентификация NTLM из файлового кластеринга. Ну, посмотрим, что еще будет. Теперь несколько дополнительных интересных вещей, тоже связанных с виртуализацией. Это появление технологии шифрования, software-defined networking, то есть виртуализация в сетях. У нас есть теперь возможность шифровать трафик, который идет от виртуальных машин к виртуальным машинам. Суть ее заключается в том, что теперь для виртуальной машины вся эта процедура шифрования, она абсолютно прозрачна. То есть виртуальная машина даже при передаче данных, при взаимодействии не подозревает, что трафик ее шифруется. И перехват трафика, ну, фактически становится бесполезным. И мы еще больше таким образом защищаем наши виртуальные среды. Но, опять же, прежде всего это будет интересно облачным провайдерам или крупным организациям, которые данные передают между узлами, между дата-центрами и так далее. По Storage-реплике тоже есть интересное нововведение, ну, я бы сказал, послабление со стороны Microsoft. Если раньше в 16-м сервере Storage-реплика была доступна только в Enterprise-редакции, вернее, прошу прощения, в дата-центре, в Enterprise-реплике нет уже давно, теперь это в стандартной редакции доступно, но с пока ограничениями вот такими, которые я здесь указал. То есть это реплика на один том. В дата-центре она не ограничена. Соответственно, количество партнеров там один. И размер тома, он тоже ограничен. Но для кого-то это будет вполне достаточно. Ну, не знаю. Пока информация о том, что технология Storage Spaces Direct будет доступна и в стандартной редакции нету, пока по-прежнему она доступна только в дата-центре, хотя хотелось бы, чтобы она была и в более дешевой редакции доступна. Как я уже говорил ранее, появилась технология Shield от Virtual Machine для Linux операционных систем, что, естественно, еще более повышает привлекательность гипервизора Microsoft для размещения и Linux операционных систем, повышения безопасности работы. Опять же, для облачных провайдеров завлекательная вещь. Появилась поддержка, ну, по крайней мере, заявлено до дупликации данных в Storage Spaces Direct поверх операционной файловой системы ReFS. Ну, ReFS по-прежнему допиливают, постоянно доделывают, что, конечно, отрадно, потому что файловая система ReFS, она, ну, более перспективна, нежели просто NTFS. Естественно, NTFS за долгие годы она себя проявила хорошо, но все-таки время идет, не стоим на месте, и Microsoft активно работает на 3FS, добавляет все новый-новый функционал, в том числе вот до дубликации данных. Ну, по заявлению Microsoft, там до 50% свободного пространства высвобождается, что, естественно, благотворно сказывается в ситуации, когда у нас с вами там хранилища очень большие, хранилища дорогостоящие, особенно если вы используете те же самые Storage Spaces Direct, к примеру, NVMe-носители, либо там SSD-носители, что, ну, сами по себе достаточно дорогостоящие пока. Вот, экономия пространства, это, конечно, хороший такой бонус. Ну, и появление в серверной редакции, подчеркиваю, серверной, потому что в десятке это появилось чуть раньше. Вот, в серверной редакции появление Windows Defender, Advanced Threat Protection, то есть Microsoft в плане антивирусной защиты наступает по всем фронтам. Сначала они клиентский сегмент, собственно, обеспечили безопасную работу, теперь и серверную часть подтянули, ну, и, возможно, появится какой-то более удобоваримый вариант управления всем этим делом, чтобы можно было как-то централизованно всем этим управлять. Ну, пока информации об этом нет, посмотрим. Вот такая вот кратенькая, насколько это получилось у меня, информация по поводу новых интересных возможностей. Сразу скажу по серверу, 19-му, там я, естественно, только маленькую часть затронул, там очень много изменений, вот, об этом можно тоже много говорить, потому что там, ну, есть часть, на чем можно просто отдельные семинары делать, пробовать это все. Вот, я сконцентрировался на том, что, ну, достаточно интересно для нас, и пересекается с нашей вот виртуализацией, особенно кластерная часть ее пересекается. Вот, ну, а там дальше посмотрим, что появится впоследствии у нас в системах. Так вот, коллеги, если есть вопросы, то, пожалуйста, пишите в чате, постараюсь ответить.